Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа. Регион. Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. За последние шесть лет это уже второе землетрясение, подобное амплитуре. Потрясло на четыре с половиной. Ночное землетрясение напугало жителей курорта, однако обошлось без жертв и разрушений. Пока живы ветераны, пока жива память, чтобы это не забыли и в очередной раз не переписывали нашу историю. Сберечь историю. Анапские студенты перелистывают страницы Великой Отечественной войны и сохраняют их для следующих поколений. Голос сердца. Фестиваль жестовой песни в Анапе собрал более ста юных дарований, которые показали, что их творческие возможности безграничны. Анапу снова потрясло. Вчера около полуночи многие анапчане почувствовали подземные толчки. Они продолжались буквально несколько секунд, однако не на шутку встревожили жителей. По данным сейсмологов, активность земной коры была зафиксирована 24 апреля в 23.47 между Гостогаевской и Натухаевской. Эпицентр находился на глубине 80 километров. По разным данным, магнитуда землетрясения составила от 4,2 до 4,5 баллов. За последние 6 лет это уже второе землетрясение. Подобная амплитуре 12 декабря 2012 года было землетрясение 5 баллов. И в том и в этом случае, вот сейчас проведенный мониторинг, мы обследовали все социально значимые объекты. Никаких разрушений, никаких повреждений, тем более пострадавших людей нет. Для Анапского района подобные сейсмические события – не редкость. В этот раз землетрясение ощущалось довольно сильно, так как произошло на суше. По словам специалистов, колебания земной коры на глубине моря обычно менее ощутимы. В сельские округа направят специальные группы, которые помогут в профилактике пожаров на природных ландшафтах. А вопросы безопасности на транспорте изучит комиссия. Об этом шла речь на совещании под председательством главы города-курорта Юрия Полякова. Главная тема – подготовка к 1 мая и Дню Победы, которые должны пройти в чистоте и безопасности. 1 мая шествия, 9 мая прохождение войск, уже традиционный солдатский привал в сквере имени Гудовича, концерт на театральной площади, мероприятие, посвященное присвоению Анапе звания города воинской славы. В эти дни пройдет порядка полусотни спортивных мероприятий. Юрий Поляков поручил привести в порядок все памятники и мемориалы, навести чистоту на улицах. А в праздничные дни в местах массового скопления людей создать усиленные мобильные бригады, которые будут оперативно убирать город. Кто отвечает за санитарное осостояние? По городу на праздники все работают? Естественно, и даже будет кратность увеличена на праздник. Кратность увеличена во второй половине дня, я так понимаю, правильно? Да, и будет. Понятно. В праздничные дни в усиленном режиме будут работать и другие городские службы. Поставщики воды, электроэнергии, спасатели, пожарные, полиция, а также казачьи патрули. В охране общественного порядка планируется задействовать 280 сотрудников полиции. Эти места будут обследованы генологическими расчетами. Наряды полиции в местах проведения массовых мероприятий оснащены металлоискательными. Особое внимание аэропорту, железнодорожному и автовокзалу. Юрий Федорович, разрешите предложение все-таки до начала курортного сезона, улучшить домашних праздников, создать комиссию межведомственную, провести обследование и ЖД вокзала, и аэропорта. Довольно массовость огромных представителей администрации, прокуратуры территориальной. Займитесь этим вопросом, пожалуйста, дадим вам специалиста, и в рамках, так сказать, вашей комиссии мы примем участие. Начальник Анапского пожарно-спасательного гарнизона Роман Константинов доложил, что с начала года совершено 170 выездов на тушение возгораний. Глава города обратил внимание, есть сложности. Горят поля и сухостой. Какие меры приняты для предотвращения пожаров? Василий Александрович, как идет у нас опашка, лесополос, дорог, идет опашка? Где идет? Где не идет, в каком сельском округе? Как это происходит? Мне не нужна бумажка с подписями, мне нужно, чтобы это было сделано. Во-первых, это упрощает работу Роману Петровичу. Понимаете? Упрощает работу. Это упрощает работу всем. Нужен конечный результат. Хотя главы сельских округов все знают, да, это не просто опахать там, найти технику, но нужно уже сейчас всем этим заняться, опахать лесополосы. Главам сельских округов предстоит в кратчайшие сроки выполнить эту работу. Многие установки остаются действительными на предстоящий курортный сезон. Майские праздники, своеобразная репетиция. В ближайшие пару недель в Анапе готовится принять более 40 тысяч гостей. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Выполняя поручения главы службы ЖКХ, стараются максимально ускорить темпы. Работы по благоустройству и наведению порядка проводятся не только в дневное, но и в ночное время. На верхней набережной продолжают менять секции ограждения. Сейчас бригады работают в районе Ковчега. Параллельно сотрудники Ремстроя освежают бордюры и парапеты. Уже покрашено около 600 квадратных метров бордюрного камня на верхней и нижней набережной. Обновились скамейки и урны во всех парках и скверах, а также на центральных улицах. На Симферопольском шоссе продолжается строительство парка военной техники. Здесь уже залита бетоном площадка под постаменты, всего их будет 8. Здесь же приводят в порядок остановочный павильон и мемориальный комплекс. Ведутся также покрасочные работы по пешеходным переходам. Сегодня, на сегодняшний день мы уже дошли до поселка Витязева. У Жемчужины наша машина. Мы заканчиваем сегодня там полностью. Весь город уже практически готов к проведению путешествия первой майской колонны. Сегодня заканчиваем работы по покраске ограждения городского кладбища на верхней набережной. Это в пределах у нас 3000 квадратных метров. Сегодня работы будут закончены к вечеру. Особое внимание и на ведение санитарного порядка. Работники ЖКХ моют плитку, очищают газоны, приводят в порядок фонтаны. Большинство из них уже запущены. К 9 мая отремонтировали памятники в городе и сельских округах. К этой работе активно подключились жители и трудовые коллективы. Администрация города призывает всех анапчан не оставаться равнодушными и навести порядок на прилегающих к домам и коммерческим объектам территориях. Скосить траву, убрать мусор, оформить клумбы. Студенты анапского филиала Сочинского госуниверситета рассказали о том, как жили их родные во время Великой Отечественной войны. Кто-то воевал, кто-то работал, кто-то пытался выжить. В УЗИ прошла научно-практическая конференция. По замыслу организаторов, задача в стране, пережившей многочисленные лишения, в том, чтобы точка зрения на исторические события из основной не превратилась в альтернативную. Книга зарубежного автора, издание добротное, со статистикой, касающейся экономики Третьего Рейха, других аспектов. Здесь про Аушвиц-2, Беркинау, тот самый Освенцин. Все так. А вот 10 заповедей немецкого солдата. Он должен воевать по-рыцарски, не издеваться над пленными, не заниматься грабежами. Так действительно было в Норвегии или Франции, но не в Советском Союзе. В том числе и поэтому Вторая мировая и Великое Отечественное, по сути, разные войны, хотя и шли в одно время. Организаторы поясняют, одна из целей мероприятия – донести до молодежи исторические факты. Пока живы ветераны, пока жива память, чтобы это не забыли и в очередной раз не переписывали нашу историю. Народа нет без исторической памяти. Молодые люди писали эссе, посвященное прадедам, которые воевали или трудились в тылу. Инна Абдул-Валеева из Орска – будущий специалист по гостиничному делу. Ее работа называется «Война, прошедшая через мою семью», основанная на воспоминаниях деда, детство которого пришлось на военные годы. Об этом он смог рассказать совсем недавно. После разговора Инна поняла, откуда у ее деда такое трепетное отношение к семейным ценностям, пренебрежение к мелким неудобствам, которые для многих сегодня могут показаться значительными. Я помню, что дедушка рассказывал мне, что кушать нечего было, и они алюминиевой ложкой, у него еще было два брата маленьких, алюминиевой ложкой сошкабливали звездку, и вот эту крошку, которая оставалась, под язык ее клали и весь день рассасывали. То есть, ну, очень, очень жестокое такое. Пограничники рассказывают о том, что в планах немецких войск на преодоление советской границы отводилось от 30 минут до часа. Однако почти половина застав сражались сутки или двое. От 10 до 15 дней сопротивление оказывали более 150 гарнизонов, а еще 45 застав держались до двух месяцев. Александр Ребеко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Уже завтра анапчане отдадут дань памяти капитану Дмитрию Калинину. Между селами Варваровка и Суко, где установлен памятник Герою Советского Союза, высадится десант Славы. Начало мероприятия в 10 часов. Анапские пожарные провели экскурсию для детей санаторно-здоровительного комплекса «Жемчужина России». Полсотни школьников смогли увидеть тренировочный полигон и пожарную технику, а также узнали, как правильно вести себя в случае пожара. Любой большой пожар начинается с маленькой искры. Оставленный на подзарядке телефон, брошенная в сухую листву спичка, использование неисправной бытовой техники. Множество несчастных случаев можно было избежать, если бы люди не пренебрегали правилами пожарной безопасности. К большому сожалению, как показывает практика, и вот анализируя все произошедшие пожары, особенно в последнее время, обучение нужно проводить среди населения, обязательно в коллективах. Поэтому большой опыт работы в пожарной охране. Многие относятся к этому халатно, считают, что с ними ничего не случится, надеются, как говорится, на нашу русскую авось. Но, к сожалению, случится это может с каждым. Поэтому мне бы хотелось, чтобы каждый получал эти определенные знания, потому что они им нужны. Важные правила ребята усвоили в ходе викторины. Отвечая на вопросы, они узнали, как правильно вести себя в случае возникновения пожара, как быстро потушить электроприбор, выбраться из задымленного помещения и подать сигнал о помощи. К примеру, узнала то, как потушить одежду на человеке. Я узнала, как правильно выбираться, когда ты живешь в квартире, и ниже тебя загорелся пожар. Что делать? Я узнала, к примеру. Много-много другого еще. Также ребята больше узнали и о самой профессии пожарного. В 11-м отряде есть свои герои. В период войны многие анапские пожарные уходили на фронт в составе партизанских отрядов. Фамилии тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над Анапой, высечены на памятной доске. Несколько человек в первых рядах устраняли и возгорание на энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Получив высочайшую дозу радиации, пожарные спасли тысячи человек и были посмертно приставлены к званию Героя Советского Союза. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. Голос сердца. Третий всероссийский открытый фестиваль жестовой песни проходит в Анапе во Всероссийском детском центре смена. Участники фестиваля – делегации школ-интернатов для глухих и слабослышащих детей в возрасте от 10 до 18 лет. В этом году фестиваль собрал более 100 юных талантов из 8 регионов России, а также Донецкой Народной Республики. В программе мероприятия – большой праздничный концерт с участием юных талантов с ограниченными возможностями здоровья и детских творческих коллективов, экскурсии, развлекательные программы, посещение выставочного комплекса «Атамань». С каждым годом фестиваль приобретает более насыщенный, переполненный любовью друг к другу, наших детям, их любовью к нам. И каждый раз после такого фестиваля мы получаем огромный заряд энергии. В составе жюри – организаторы и партнеры фестиваля. Артистизм, костюмы и оригинальность номера – главные критерии оценки. Очень важно. Во-первых, это дает стимул этим детям дальше заниматься творчеством. Во-вторых, делать ближе обычных людей, здоровых людей к таким детям. Их голос сердца сильнее любого вокала. 13 выступлений о самом сокровенном – о семье, весне, дружбе и такой важной для каждого ребенка мечте. Мечтай, что будет так, когда, да с вами не плампыла, а то есть ты его в зене восказал, его мечтай. Участники фестиваля в смене сразу нашли друзей со всей России. Например, коллектив из города Тихорецк пришли поддержать участники движения «Юн Армия». По итогам третьего всероссийского открытого фестиваля жестовой песни «Голос сердца» третье место занял участник из города Каменск-Шахтинский. Второе место получил коллектив города Тихорецк. Победителем стала команда школы-интерната номер три города Энгельс. Все дети стараются быть такими же, как слышащие дети. Они такие же артистичные. Через свои жесты, свои эмоции они передают свое настроение, свое понимание этого мира. И поэтому стараются, очень им нравится выступать. Участники получили призы от партнеров фестиваля. Финалом стало совместное исполнение песни «Пусть миром правит любовь». Далее короткая информация о погоде на завтра. Партнер прогноза погоды – компания «Трансстрой». Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый. Зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93. 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 26 апреля в Анапе ожидается ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем 15-17 градусов выше нуля. Ночью до 14 градусов. Ветер южный – не более 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 13 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь» Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным.